Стой, кто идет! Стрелять на поражение этот бдительный часовой, конечно, не будет. А в остальном здесь все, как в местах лишения свободы. Во Владимирском юридическом институте для будущих работников уголовно-исполнительной системы построили уникальный учебный полигон, имитирующий колонию. Сложно, впервые попав в места лишения свободы, именно с точки зрения психологии. Стены давят, двери давят, вся эта обстановка, вот именно эти учебно-методические кабинеты направлены на то, чтобы облегчить им восприятие их будущей работы. Как проходит обыск в камере, курсанты раньше знали только в теории. Теперь учатся делать это на практике. Условия максимально приближены к реальным. Заточенная ложка, кастет, самодельное устройство для нанесения татуировок, карты, тоже самодельные, в пачке из-под сигарет, так их легче спрятать. Все это не муляжи. Запрещенные предметы были изъяты у заключенных одной из Владимирских колоний и переданы в институт. Теперь это учебное пособие. Чтобы отработать те или иные действия, курсантам приходится надевать не только форму охранников, но и арестантские робы. Слухи о том, что в карцер будут сажать исключительно двоечников и нарушителей дисциплины, оказались лишь слухами. Мы же учимся на оперативных работников, нам надо также психология осужденного. То есть иногда примерять их на себя, скажем так, одежду. Изнутри, скажем так, изучая этот мир, зоны, он станет более понятным. Соответственно, и работа, качество работы улучшится. По легенде, в этот раз Дмитрий Денисов украл сигареты у сокамерников, за что и был наказан. Камер 30 дней, беспорядки. Руки больно! Руки! Нежнее, начальник. Так, разговорчики. Во время этого практического занятия ни один курсант не пострадал. Почти. Кто мне в нос был? Я в нос потерю, но даже не могу. Шутки шутками, но в случае неправильных действий в будущем, каждый курсант рискует оказаться по ту сторону решетки уже по-настоящему. Есть такой принцип уголовно-исполнительного права, принцип законности. Благодаря таким занятиям, вот эта вот грань законности, там, правопорядка и прав человека, очень хорошо, если он помогает нам оттачивать мастерство. За тем, что происходит в камере, наблюдает весь курс. В аудиториях установлены мониторы. Затем разбор полетов. Уделять особое внимание практической подготовке курсантов предписывает новая концепция развития уголовно-исполнительной системы России до 2020 года. Поэтому подобные учебные полигоны появятся во всех специализированных институтах страны. Дарья Иванова, Роман Серебренников, Приволжское бюро ТВЦ, Владимир.